Животное это не вещь. Об этом вновь напомнили зоозащитники. На минувших выходных они собрались на площади Победы. Активисты намерены добиться от правительства страны ужесточения наказания за жестокое обращение с животными. Мы требуем правительства, Государственную Думу принять закон о гуманном обращении с животными. Больше ждать нельзя. Мы ждем уже 17 лет. Зоозащитники требуют принятия закона об ответственном обращении с животными. Активисты в минувшие выходные вышли на площадь Победы. Зоозащитники собрали подписи горожан, чтобы направить их в Госдуму. Неравнодушные северодвинцы намерены добиться от власти, чтобы ужесточили 245-ю статью Уголовного кодекса. А именно уточнили, какие действия подразумеваются под жестоким обращением с животными. А также в нововведениях требуют прописать, что животное это не вещь, оно такое же живое существо, испытывающее боль и страдание. С детства надо родителям объяснять, своим детям, как обращаться с котенком, щенком, хомячком, птичкой, все равно с кем. Ну и уже как бы все идет с детства. Сейчас вообще дети ожесточились, не только дети, но и взрослые. Могут спокойно ударить животного. Могут спокойно, взрослые запечатывают, замурубывают в животных подвалах. Они такие же жители нашей планеты, как и мы. Они тоже имеют право на жизнь. 14 лет ответственность наступает, а в основном все издевательства идут малышами, школьниками на школьниками, потому что они знают, что им ничего не будет, ответственность на кого не будет, они делают все. А если вести ответственность, такое же, как убийство человека, как животного, поэтому можно многое еще решить. Так во многих странах живодеров наказывают не словом, а действием. Например, в Италии, если хозяин выгнал животное на улицу, его на год сажают в тюрьму. В Америке докхантера приговорили к 28 годам лишения свободы. В его холодильнике полицейские обнаружили семь собачьих тел. В России же доказать жестокое обращение с животными очень сложно. А живодеры в основном остаются безнаказанными. Так северодвинца, который сварил собаку, приговорили к обязательным работам на 300 часов. Это единичный случай. А между тем, психологи уже доказали, что живодеры опасны для общества. Депутаты нам говорят, что они боятся раскола общества. На самом деле, какой может быть раскол общества? Все здоровое общество понимает. И только жалкая кучка живодеров, вот этих вот дрессировщиков, охотников, она противостоит обществу, которое понимает, что вот этот закон – это самый главный закон, который нам сегодня в России нужен. Потому что под угрозой психическое, нравственное, нравственное здоровье нации. Удивляет, просто шокирует, почему так мало людей пришло на такой важный митинг. Тема очень широкая, тема настолько важная. Шестокость людей переходит все границы. Свои подписи под петиции поставили около 200 горожан. Ее направят президенту и в Госдуму. Митинги идут по всей стране. Законопроект о защите животных должны рассмотреть на ближайшей сессии депутаты Госдумы. Евгения Акарельна, Павел Пуненов, Вестник, Северодвинска.